Мои дорогие, всем доброго времени! С вами Полина Сухова, парапсихолог. Я вас благодарю, мои родные, за ваши пожелания, за вашу благодарность в мой адрес и ваши позитивные эмоции и вибрации. Мне очень и очень приятно. Это даёт ещё больше мотивации давать вам больше знаний, полезных и нужных. Спасибо вам большое, мои родные, за эту теплоту. И сегодня мы поговорим о ретроградном уране, который сопровождал нас в коридоре затмений и до сих пор влияет на нашу жизнь. Напоминаю, что очень скоро у нас стартует интенсив на моём канале Ютубе. Пять дней мы будем делать нужные шаги, чтобы наработать новое мышление, мышление эпохи Водолея. Мышление возможностями. Почему важно менять своё мышление уже сегодня, я расскажу чуть попозже, буквально спустя несколько секунд. А по окончании интенсива всем участникам будет подарок от меня, книга, которая очень важная, важная займёт место на вашей полке. Поэтому я прошу вас подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали, поставить лайк в конце видео, если оно понравится, ну и, конечно, нажать на колокольчик. А кто уже давно подписался, вам низкий поклон за этом. Как всегда, сначала я расскажу вам о самой планете. О том, как её прокачать. Вообще, уран у нас покровительствует нашей эпохе Водолея. Именно под знаменем урана человечеству жить целых ближайших 2000 лет. Уран — управитель знака Водолея. Настойчиво требует от человека изменений. Изменений в нашей жизни. Он требует найти ключ к свободе выражения. И, конечно, найти внутреннюю свободу. Уран непредсказуем, спонтанен, необычен. Он полон неожиданностей, случайностей. Все революции и перевороты как раз под его знаменем. Принцип этой планеты хорошо отражает лозунг «Свобода, равенство и братство». Все люди для него — братья. Нет жёсткой субординации. И, например, в моей натальной карте уран сильный и прокаченный. И, по моему желанию, все мои дети и внуки с детства меня зовут по имени Поля. Уран несёт перемены. Обновление. Он жёстко требует реформ. И если луна у нас меняет наши эмоциональные состояния, габариты тела, то уран камня на камне не оставляет ничего. Он сметает старые, отжившие свои конструкции, круг общения, манеры, поведение человека. И, прежде всего, конечно, мышление наше. А на пустом месте возводит нечто принципиально новое. И бывает, правда, у людей с непроработанным ураном разрушить старое получилось, а вот запало создать что-то новое, сил, ответственности, ума, выдержки нет. Так и живёт непроработанная ураническая личность, перебираясь с одних обломков на другие, как в отношениях, так и в работе. В здоровье, кстати, тоже. И резко меняя нашу жизнь, уран, как никто другой, умеет ввергать нас в стресс. Это не апатия, когда хочется даже не шевелиться, Марс. Это не меланхолия, Луна. Это не потери самой идентификации «Кто я?» и «Зачем пришёл?» Солнце. Это нервная дрожь, когда тебя словно током бьёт, когда руки трясутся. И когда ты не знаешь, что делать, за что хвататься и как успокоиться. Уран меняет резко в вектор направления. Вдруг и вы передумали. Взял и весь свой круг общения, послал куда подальше. Уран у нас объединяет людей по интересам. Единомышленники. Уран настоящий друг. Если Меркурий у нас управляет знакомыми, приятелями, соседями, родственниками, людьми, с которыми вы общаетесь часто и каждый день. А вот Уран управляет настоящими друзьями, людьми, близкими по духу. И с настоящим другом, и в бой, и в разведку, без страха. Уран — это Эврика. И если вас посетило какое-то озарение, инсайт, знайте. Это проделки Урана. Кстати, молнии тоже идут под Ураном. Смех, юмор, взрыв аплодисментов, даже салют. Все это Уран. Проработанный Уран — это человек, свободен от стереотипов. Она позволяет перешагивать через общепринятые стандарты, мыслить независимо. Он покровительствует всем неформальным организациям. Итак, что же нельзя делать, чтобы Уран вас любил и свои молнии металл мимо вашей судьбы, а только давал вам идеи, вдохновения для реализации вашей жизни? Первое — это быть как все. Жить по шаблонам и мнению социума. Важно начать противопоставлять себя, обществу, но в новых и светлых идеях. Вот это важно. И второе — нельзя быть в одиночестве. Нужно искать свою стаю. Это очень важно. И рекомендация, чтобы прокачать Уран, одно из качеств Урана, сделайте список настоящих друзей, единомышленников. И просто список друзей, приятелей. Если настоящих урановских друзей нет, мои дорогие, стоит задуматься над этим, начать искать их. Потому что эпоха Водолея, которая сейчас идет, прежде всего — это время коллективных объединений. Только в группе можно будет продвинуться. Одиночки будут на обучении жизни. И как найти своих единомышленников? Многие сейчас срезаются этим вопросом. Вы должны сначала определить свой интерес, что вам нравится, от чего у вас глаза горят. Далее сделайте запросы во Вселенную, чтобы их встретить. Но нужна ваша готовность. Готовность к действиям. Знаки вам покажут, куда вам двигаться. Можно записаться на какие-то танцы. Можно в клуб предпринимателей, если это кому-то актуально, где можно наладить связи. Можно просто поладить по группам, по форумам в интернете. И начать общаться. Главное — действовать. Помните, что уран требует постоянных изменений в вашей жизни. Он нас всех толкает поспевать за эволюцией, прогрессом, который сейчас у нас идёт семимильными шагами. Если вы каждый день будете привносить новшества, хотя бы по чуть-чуть, то уран всегда будет на вашей стороне. И будет давать только прянички. И начнём мы сегодня с вами, с нашего окружения. Вам нужно составить список. Список истинных единомышленников. И тех, от кого давно уже пора вам избавляться. И после этого попросите Вселенную притянуть к вам ваших близких по духу людей. А главное, сами станьте тем Wi-Fi, который будет по подобию притягивать нужных людей. Я всегда так делаю. Когда я иду на какую-то конференцию или форумы, представляю, что я начинаю светиться своими идеями, проектами. На тонком плане я как ходячий столб света. Выгляжу именно так. И говорю перед выходом слова «Пусть ко мне притянутся люди-единомышленники», которые мне важны для совместных проектов и, конечно, взаимодействия. Попробуйте, это очень классно работает. А что делать с теми, кого не хочется видеть? Если их вы примете такими, как есть, и у вас не будет к ним претензий и обид, то очень скоро они просто исчезнут, они отклеятся от вашей жизни. Главное, вам проработать эти пункты. Ну, на этом сегодня все. В следующем видео мы поговорим о другом пункте, о котором я сегодня говорила, о зависимостях от мнения окружающих. И если вам это актуально, вы уже устали жить под чужую дудку, хотите что-то изменить в своей жизни, то следите за новостями моего канала. Если вы не подписаны, подписывайтесь, сделайте прямо сейчас это, нажмите на колокольчик. За лайк от меня особые вибрации, благодарности всем, мои родные. Ну и с вами всегда рядом Полина Сыхова.